Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин падает, ушел уже на 62 700, и все это на тех новостях, что Иран готов начать военную операцию, забомбить Израиль. И смотрите, какие торговые объемы, большие, капитализация рынка 2,3 триллиона долларов, 192 тысячи пользователей на моем сайте, и биткоин продолжает падать. Трейдеры обсуждают в моем телеграм-чате все это дело. Регистрируйтесь на Bybit, получайте бонус, через этот QR-код можете регистрироваться. Индекс страха и жадности в нейтральной зоне, доминация биткоина 52,7%, и цена биткоина 62 800 долларов на этих новостях про войну. Сделаем в этом видео теханализ биткоина. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. И как только открылись американские рынки, то у нас тут падение. Тесла минус 2,7%, 2,7% падения на Тесла. В то время, когда Тесла идет к 10 октября, когда будет объявление важное. Рынок падает. На этих новостях про войну, эскалацию, возможная атака баллистическими ракетами на Израиле, со стороны Ирана. Вот то, что уронило рынок. Он красный. Биткоин падает, Тесла падает. Давайте биткоин открывать. Давайте начнем с недельного. Вчера только закрылся месяц, и свеча месячная закрылась. Но это бычья свеча молот. Вчера вот закрылась. И хорошие торговые объемы. Чашка с ручкой бычьей флага. Теперь опустимся на недельку. Тут у нас все еще бычьей флага. Стохастик направлен вниз на недельном теперь. Это не бьютифул. Смотрите, стохастик вниз развернулся. Криптогуру-бот все еще держит сигнал на покупку, которую он дал в феврале прошлого года. И до сих пор не перевернулся в продажу. Биткоин-индикатор-бот дал сигнал на продажу. На этой свече стохастик направлен вниз. Объемы падают. Теперь давайте откроем дневной таймфрейм. И смотрите, активировалась моя торговая идея, но закрыла ее по стоп-лоссу. Да, говнишко. Не очень бьютифул все выглядит. Честно говоря, это восходящий расширяющийся клин. Внутри давление, давление и вниз выходим. Поэтому нехорошо как-то выглядит все. Уровень поддержки на 61200. Стохастик направлен вниз. Дубль В как-то не очень хорошо отработало. Вот она, смотрите. Должна была вверх увести, а нихрена. Давайте на 4 часа еще. Биткоин пробил эту трендовую линию. Прямо сейчас на этих новостях про войну Иран-Израиль. Посмотрите, 62, потом было 64. И снова падает на этих новостях про эскалацию. Нехорошо. Если думаете зайти в лонг на биткоине, то я бы заходил от поддержки. Потому что плохой новостной фон, эскалация. Зайти можно от 60. Хрен его знает, куда пойдет биткоин на этих новостях про эскалацию. Какая будет реакция рынка. Потому что Тесла вот на 3% упала. В общем, такая торговая идея. И тейк профит мы тянем. Тянем вверх, в общем. Но ставим стоп-лосс. Не забываем. Потому что вниз идет биткоин. Может пролиться крепко. Могут быть ликвидации на рынке. Если будут плохие совсем новости про эскалацию. Я бы открывался на уровне поддержки. 59,862 цена входа. Стоп-лосс ставим на 58,571. Риск получается 1290 долларов. И заработать можно 213,700 долларов. Моя цель это 269,000 долларов. Вершина бучьего рынка. Которая будет в октябре 2025 года. Но опять же этот восходящий расширяющийся клин. Из которого биткоин может вниз уйти. На этом новостном фоне про эскалацию. Если мы померяем расстояние. То биткоин может опуститься на 58,000 долларов. Поэтому можно даже и ниже поставить цену входа. И стоп-лосс ниже соответственно. Под 58 увести. 59,356 цена входа. Стоп-лосс на 57,970. Риск 1386. Заработать можно 214,000. Смотрим еще на часовик. Здесь мы видим, что пробил эту трендовую линию биткоин. Это нехорошо прям. Реально. Если будем реально выходить вниз из этого клина, то тогда пойдем на 59. Это будет нехорошо для рынка. Потому что были высокие ожидания. Должны были вверх выходить. Но если будем падать на новостях про эскалацию, то это покажет слабость биткоина. Теперь перейдем на мой торговый аккаунт. Но сначала напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Байби трегистрируйтесь, получайте бонус до 60,000 долларов. И также CoinWK биржа. Можете выиграть до 3000 USDT. С 1 до 31 октября. Актуально. Ссылка на эту биржу есть в описании под видео. И теперь давайте на мой торговый аккаунт. Сильно, конечно, просел баланс на этом падении. Поднимался на 739. И теперь падаем. 686. Все, что заработал, все обнулилось почти. Сколько там? 694. 739. Но это минус 50 штук. Ушло с баланса. К сожалению. Это мои сделки на биткоине. Я продавал по 65 несколько недель назад. Затем откупил по 52 тысячи. И теперь биткоин снова 63. Был 65. Нужно было там, честно говоря, и закрыться. Но я не ожидал такого сильного падения. Потому что было много бычьих паттернов. Сделка в плюсе на 39 800 долларов. А было плюс 60 тысяч. Это моя разбивка по балансу. USDT 28%. Dogecoin 19. Биткоин 18. MCRT 14. Uni 8. Эфириум 7%. 688 тысяч на балансе. Теперь давайте посмотрим эфириум и общую капитализацию рынка. Эфириум 2578. Идет к моей торговой идее, которую я поставил на 2515. Симметричный треугольник. Идет эфириум обратно к этой двухлетней трендовой линии. Вот она, желтая трендовая ткань. Но если хотите подобрать эфир, то делайте это от уровня поддержки на 2515. Стоп лосс на 2458. И тейк профит на 4700. Вот такую сделку можно открыть на эфире. Но похоже, что эфир может еще ниже пройти. Вот на эту желтую трендовую линию. На 2200. И посмотрите, Тесла продолжает падение. Минус 3,3% уже. А всего 9 дней остается до робо-дня. И тут массивный еще симметричный треугольник, из которого Тесла вверх уже вышла. Рынки паникуют. На этих новостях про эскалацию. Присоединяйтесь к телеграмму. 583 трейдера онлайн. Смотрите, трейдеры общаются, что-то обсуждают. Как раз вот эти военные все дела делятся торговыми идеями. Через несколько часов Иран будет, наверное, атаковать. Такие вот новости, которые уронили рынок. На этом все на сегодня. Полезные ссылки в описании под видео. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Обязательно отодвигайте стоп-лоссы ниже 58. Мы хрен его знает, насколько плохие эти новости про эскалацию. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok